Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Марина Селезнёва, директор МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными». Здравствуйте! Здравствуйте! Акция «История спасённых животных» проходит уже в четвёртый раз. Какой формат она приобрела? Да, в этом году четвёртый раз стартовала эта акция, и в этом году она стала более масштабной. Ещё в марте этого года Управление образования заявило о начале такой акции. Мы прописали положение совместно с Центром детского творчества «Приокский». Включили туда в жюри, так скажем, в основателей этой акции ещё новое такое для нашего города – кафе «Лофткот» с котиками. И инициативную группу «Спасибо за жизнь», ну и, собственно, наша организация. И мы придумали такой необычный формат для неё, что дети в течение года должны были выполнить 10 пунктов. На выбор какую-то часть пунктов взять. Обязательно было 3 пункта из 10, и ещё 3 они могли выбрать сами. И каким-либо образом помочь питомникам, передержкам, бездомным животным в нашем городе, как вариант, раздать листовки, построить будки, сшить постоперационные попоны, прийти в Центры длительных передержек, помочь животными непосредственно руками, раздать листовки горожанам, либо поучаствовать в сборе корма. И вот таким образом эта акция стартовала. И итог акции был достаточно красочный, когда дети на большом формате сдавали отчёты рукописные, с фотографиями, приложений о том, как прошла для каждой школы эта акция. И всё это было сформировано в такую одну большую книгу, которая называется «История спасённых животных-2018». И мы уже эту книгу получили себе на руки, и по этой книге мы оценивали работы школьников, их родителей, учителей. Нужно, конечно, отметить большой вклад здесь именно в управление образованием, то, что пошли нам навстречу с этой акцией, так как, естественно, никто не закладывал деньги на будки, так скажем, бюджеты школы. Это всё только благодаря родителям, воспитанникам и самим школьным руководителям. Вот эта акция получилась в таком виде. В общей сложности мы собрали огромное количество корма. Дети сшили вот послеоперационные попоны. И самое главное для нас было прям огромной помощью перед зимним сезоном. Это 19 будок, которые были подарены разным учреждениям нашего города. И они очень в тему подошли в зиму, когда нужно утепляться. И что стоит отметить, что это действительно хорошие будки. То есть не просто кто-то из досочек что-то собрал. Она действительно качественная, хорошая. И даже для кошечки есть домики, что тоже немаловажно. Книга «История спасённых животных» существует в единственном экземпляре. И где с ней можно ознакомиться? Да, книга «История спасённых животных» существует в единственном экземпляре. Она по итогам акции была подарена мне. И с ней можно ознакомиться как раз в кафе «Лофт Кот». Она сейчас там лежит. И может любой желающий прийти, посмотреть. То есть она очень яркая, красочная и трогательная. Это, наверное, бесценная книга. Каждая страница книги рукописная. Её написали дети. Так ли это и какие там истории? Эта книга рукописна. Очень разнообразна, так скажем. Каждая страничка отражает именно ход акции в каждой школе. То есть кто участвовал в этой акции, что делали. Очень интересные фотоотчёты. Есть истории прям захватывающие, так скажем. Как люди спасали животных, как в морозы практически отскребали замёрзших котиков. Очень трогательная. Очень понравилось, что поучаствовала школа-интернат. То есть вообще отзыв по школам такой был достаточно хороший. Надо сказать, что начало вот этой акции берёт всё-таки с акции «Неделя добра», которая проводится уже на протяжении семи лет в школах. Сначала это началось, так скажем, спонтанно. Просто мы сами обзванивали какие-то школы, просили принять участие. «Неделя добра» — это были акции просто по сбору корма. То есть вешалось объявление, что в течение недели можно будет помочь бездомным животным привезти в школу крупы или сухого корма, влажного корма для животных. И постепенно-постепенно эта акция начала набирать обороты. И вот так вот трансформировалась, видоизменилась в такую большую, хорошую акцию «Историю спасённых животных». Возвращаясь к истокам акции, как она создавалась? Изначально в нашем городе существовала только одна организация, некоммерческое партнёрство «Лучшие друзья», собственно говоря, с которого я тоже начинала, как куратор по собакам. И когда мы начали заниматься бездомными животными, мы, конечно же, не рассчитывали ни на какую помощь. И обращались к людям, то есть волонтёры, люди добрые, которые приносили нам животных, они приносили мешочек корма с собой. Мы понимали, что корм-то надо где-то брать, животных надо кормить. И таким образом возникла такая идея обратиться в школьное учреждение, чтобы собирать корма. Также мы обращались в супермаркеты, чтобы поставить корзинки для спора корма. И вот это взяло начало именно там. И уже впоследствии, когда на примере «Лучших друзей» были открыты новые передержки, новые приюты в городе, кто-то начал заниматься кошками-инвалидами, кто-то начал заниматься собаками, открывая частные передержки, уже пошёл момент, что нужно более глобально подходить к этому вопросу. Лучшие друзья получили тогда поддержку администрации города в виде субсидий, ежегодные выделяющиеся на лечение животных, потому что объём животных росли с каждым годом, количество людей, обращающихся за помощью, как бы росло тоже. И мы поняли, что просто если по каждой школе ходить нам и собирать корм, этого будет недостаточно. И вот тогда пришёл момент, что нужно обратиться именно в управление образования, попросить о помощи, сделать эту акцию, такую плановую, так скажем, и включить их в расписание акций каждого учебного заведения. Вот таким образом это началось. Как акция видоизменялась и как превратилась в историю спасённых животных? В историю спасённых животных она превратилась именно благодаря Центру детского творчества. Эта акция из «Недели добра» превратилась в историю спасённых животных, так скажем, креативно очень, да, помимо того, что дети просто собирают корм, захотелось немножко доброты добавить в эту акцию, чтобы каждый ребёнок уважил душу и рассказал, каким образом, может быть, кто-то помогал бездомным животным, кто-то сталкивался с такой проблемой, может быть, у кого-то есть бездомный животный дом, рассказать историю появления этого животного. И сначала она проходила только в социальных сетях, когда дети, неважно от какого учебного учреждения, просто, собственно, лично там с родителями писали посты, выкладывали истории с фотографиями о том, как они лично помогали бездомным животным. И вот после первого года проведения этой акции было, конечно, очень интересно это читать, но всё-таки мы решили, что помимо души нужно ещё руку приложить, чтобы это, так скажем, запомнилось и осело в головах у детей, чтобы хорошо закрепилось, потому что все мы понимаем, что можно прочитать книгу, а можно что-то сделать руками, да, как-то вот прожить это. И вот совместно, в основном, наверное, с Центром детского творчества при Октке был разработан вот такой именно план, объединить историю спасённых животных, в неё и неделю добра, и сбор корма, и истории детей. То есть и вот уже получилась вот такая вот полноценная акция. Какие планы по развитию акции? Будут ли какие-то изменения? Менять мы не планируем, мы планируем расширяться, потому что в этом году поучаствовали только 22 учреждения в этой акции, и многие немножко не поняли, как это проходит, то есть многие не подали заявки, то есть поучаствовали в неделю добра, собрали корм, даже будки привезли, но вот саму заявку не подали на участие в этой акции. Мы надеемся, что в следующем году, конечно, школ будет больше, и хотелось бы подключить ещё нам профильные институты, то есть у нас есть, допустим, там, где участки налогов дворских, у нас есть наша сельхозакадемия, и если бы их подключить, было бы вообще хорошо. То есть мы, конечно, хотим пойти немножко побольше аудиторию взять. Вы упомянули, что дети могли выбрать любой пункт из списка, а один из них – это посещение приюта. Куда они отправлялись? У нас существует в черте города 4 таких организации, у которых под ведомством находится 5 передержек, то есть вот у нас в службе по контролю за животными 2 передержки, это на Яблочково, на Центролитии, у нас есть в Недостойво 2 передержки, и есть вот передержка лучших друзей, который сейчас вот переехал уже на данный момент, это очень такая известная история, когда мы остались без помещения, так скажем, и во все абсолютно передержки можно было прийти. И я даже не смогу посчитать, сколько это было групп, потому что надо сказать, что эти люди ходят нам всегда, то есть это не было таким, что мы объявили акцию, и народ пошел. То есть многих мы уже знаем, многие уже приходят к нам, кто-то волонтерскими отрядами приходит, кто-то приходит просто группой, там, классом, кто-то каким-то активным объединением родителей ходит, поэтому, конечно, к нам всегда ходят волонтеры, и очень много откликнулось даже в рамках, не в рамках акций, так скажем. Вы упомянули, что у вас есть 2 передержки, сколько там животных и какие они? Надо, наверное, здесь начать такую небольшую предысторию. В 2016 году была открыта наша служба МБУ после закрытия МПЛАИКа. И тогда мы получили первый только наш карантинный центр, так скажем, передержку на яблочко, очень маленький питомник, который рассчитан максимум на 100 собак. И в процессе развития мы уже открыли большую передержку на централите, которая на данный момент вмещает в себя до 500 собак. То есть на данный момент в общей сложности на двух наших питомниках находится чуть более 500 животных. То есть часть на карантине, высвеживают свой карантин, переезжают на общую передержку, уже там привитые, подготовленные. И там уже непосредственно у нас основное скопление волонтеров, туда к нам едут массы, и туда мы принимаем всю помощь. Как животные попадают к вам на передержку? Мы служба отлова. Мы работаем по заявкам. В основном это заявки от жителей, которым мешают животные. Но также люди к нам приносят животных. То есть кого-то становится жалко, обращаются те же самые волонтеры с просьбой приютить животное на время стерилизации, когда животное ищет дом. Попадают, ну, я говорю, ловим сами люди привозят. То есть абсолютно по-разному. И бывают и печальные истории, к сожалению, когда оказываются выброшенные домашние животные, замерзающие. Бывают, что с полицией вызывают, изымают животных. Вот не так давно у нас был случай, мы даже изымали двух попугаев и хорька из арестованной квартиры. Бывают случаи жестокого обращения с животными. В марте мы изымали 12 истощенных животных, породистых, с такой черной передержки, так скажем. И очень долго воевали еще за этих животных, чтобы доказать, что они не могут быть возвращены в такие условия. С радостью можем сказать, что эта история закончилась хорошо, все животные нашли дом. Поэтому животные попадают к нам по разным причинам, в разных состояниях. И, конечно, первый вопрос, который нам часто задают, а почему вы содержите все это на бюджетные деньги? Какой же должен быть бюджет организации? Почему мы должны за это платить? Тут хочется сразу сказать, что бюджет нашей организации, именно бюджетные средства – это основа. Это оплата труда рабочим, это минимальное кормление животных, содержание их и деньги на отлов. Основное количество кормов, лекарств, лечений – это все благотворительность. То есть это люди благотворительные, это ветеринарные клиники, которые идут нам навстречу и что-то делают бесплатно, что-то делают с большими скидками. И мы наполовину благотворительные, так скажем. То есть мы пытаемся выжить, мы понимаем, что ни один бюджет не потянет такую махину, как наша организация. Мясо мы берем полностью благотворительное, допустим, то же самое, как и лекарство. Полностью благотворительное мы это получаем. И тут тоже огромное спасибо жителям города и нашим клиникам. Что происходит с животными, когда они попадают к вам на передержку? Все животные проходят карантинную передержку на яблочко в минимум 10 дней. Мы смотрим на симптоматику бешенства. Потом животное прививается от бешенства, делается комплексная прививка, если это необходимо, если это щенки. Ставится под холку микрочип. И это животное пересылается на центр длительной передержки, уже на центролит. И оттуда стерилизуется. И ищутся новые хозяева. У нас бывает такое, что мы отловили животных, и возвращаются люди с места, где мы отлавливали. И говорят, что эти животные охраняли территорию рынка, базы какой-то стройки, промзоны просто. И просят вернуть этих животных обратно, потому что они спасают от стаи собак, которые часто приходят. У нас, к сожалению, есть такие вот нехорошие времена, как конец дачного сезона, когда просто стаи собак, собластей начинают идти в город. И это очень страшно, потому что собаки контактировавшие, возможно, с дикими животными. И многие люди уже понимают, что нужно оставлять стерилизованных животных. И вот таких животных мы тоже выдаем. Но выдаем не просто так, а под договор опеки. То есть человек, который берет животное, он подписывает договор и несет за него полную ответственность. Такие люди называются опекуны. А у таких собак стоят клипсы в ушах. Можно увидеть они желтого и синего цвета. Вот все вот эти вот животные клипсованы. И таким образом как раз происходит основная задача. Выполнение основной задачи нашей организации это гуманное регулирование численности бездомных животных. То есть животные заполняют те ниши, на которые среду обитания свою, но они не размножаются. Они не опасны, потому что они привиты от бешенства. И они проверены кинологом на отсутствие охранных функций. То есть такие собаки не бросаются, но и особо не пристают к людям. Мы понимаем, что не все рады соседству с собаками, так скажем. И вот таким образом у нас происходит вся работа. Любой человек может прийти и взять любое животное. Где? Любой человек может прийти и выбрать животное, естественно, в адекватном состоянии, с документами, потому что всех животных мы отдаем по договору. То есть у нас нет такого, что можно прийти, забрать и выбросить. Тут же, напомню, что животное с чипами. Если такое животное выброшено, мы тут же проверяем, чьё оно было, сканируя его. Любой человек может прийти на Южный промоузел 6,3,38. Это территория завода Центролит. И с 9 до 5 в любой день, включая выходные, выбрать себе питомца. У нас там есть даже немножко кошечек. По старой памяти, так скажем, люди обращаются к нам, чтобы усыпить своих животных. Если животное здорово, либо усыпление ему не требуется, то есть надоело, там ещё что-то. Мы, конечно же, таких животных не усыпляем, мы их оставляем. Хотя напомню, что в городе нет ни одной передержки для кошек, но мы оборудовали у себя небольшие вольерчики в тёплом помещении и поставили клетки и вот таких кошек тоже держим. Марина, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова